Ну что, дорогие, решила сделать первый общий расклад на новой шикарной колоде Натальи Ахмадовой черной гримуары, которую я вчера показывала на стриме. Колода шикарная, колода рабочая, колоду я уже зарядила. И давайте мы посмотрим теневые стороны вашего партнера закатного, которого вы сейчас загадаете. Друзья мои, расклад общий. У кого не проигрывается, сразу, пожалуйста, перелистывайте. Кому интересно, оставайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Итак, мы просматриваем теневые стороны партнера, того подписчика, той девушки, которая сейчас меня смотрит. Теневые стороны партнера. Загаданного. Того подписчика или той подписчицы, которая сейчас меня смотрит. Мужчины в зеркальном отображении также могут смотреть этот расклад. Так, теневые стороны загаданного партнера в отношениях. Давайте сначала сигнификацию, в каких энергиях сейчас партнер. В каких энергиях загаданный партнер. Смотрите, карта двойка чаш. Вот такая вот она изображена, видите, здесь. Здесь обнимаются двое влюбленных, двойка чаш в энергиях любви, в энергиях отчаяния и желания обрести взаимную любовь. Ну что ж, очень хорошая и вполне даже не теневая сторона этого партнера. Но, тем не менее, колода темная и разговор о том, что человек находится в некоторых страданиях. Может быть, вы на расстоянии, может быть, в ссоре. Почему человек страдает? Давайте посмотрим. Почему человек любит, желает взаимной любви и страдает? По какой причине? Лезут две карты, мы их две и посмотрим. Ну, тут человек отстранился, не может определить, какие цели карта старший аркан-звезда и карта пять чаш. А человек отстранился, занимается самоанализом, занимается какими-то, может быть, проблемами самокопания, анализирования своего поведения, своих привычек. И, соответственно, всего скорее ваших, потому что мы все-таки просматриваем. Определяется с конечными целями, видимо. И давайте теперь смотреть его теневые стороны в ваших отношениях. Теневая сторона ваших отношений, на которые влияет партнер, так скажем. Теневая сторона ваших отношений. Карта Луна, смотрите. Сразу тут все понятно становится. По карте Луна, конечно, очень много неясностей. Видите, Луна полная. Большая часть картинки занимает небо. И только какой-то маленький кораблик, движущийся в неизвестном направлении. Над ним грозовые тучи, за тучами Луна. Разговор о том, что ситуация между вами неясная, непонятная. И партнер, так как мы разбираемся, все-таки больше партнера, нежели вас, его теневая сторона, он, находясь в энергиях любви и желая взаимной любви, все-таки не до конца разобрался с окончательными целями, какие цели ставить в этих отношениях, на что ориентироваться. Человек не может ответить себе на такие вопросы, что я планирую с загаданной партнершей или с загаданным партнером в будущем, в ближайшем будущем. Как я буду себя вести, какой будет моя реакция на какие-то действия со стороны партнера и что в будущем нас ожидает. То есть энергетика неясности и непонятности идет от этой карты, и всего скорее из-за этого у вас, возможно, эмоциональные качели. Из-за того, что партнер не знает, где конечная остановка в ваших отношениях, не знает, как к ней двигаться и двигаться ли вообще. Давайте дальше смотреть, что еще. Десятка чаш, вы знаете, вообще расклад неплохой. Более чем неплохой, несмотря на то, что мы все-таки смотрим в теневые стороны. Человек хотел бы семье, 10 чаш, это семья. Это, конечно, семья, где царит взаимная любовь, где люди друг друга понимают. Он просто не знает, какими путями к этому идти. К сожалению, к сожалению. И это является вот той тенью, той отправной точкой, которая является разрушением каких-то между вами пониманий друг друга, так скажем. Вот еще один нюансик прорисовался рыцарь Пентакли. Это разговор о том, что, возможно, ваш партнер земного знака, зодиака, совсем не обязательно, но всего. Скорее, это козерог, телец, либо дева. Человек, конечно, очень много думает о материальном, вместо того, чтобы думать о духовном. То есть, по идее, цели-то, может быть, в голове он держит и правильная семья, взаимная любовь. Но как-то это слишком все, знаете, слишком матрично, что ли, слишком системно. Возможно, этому учат в школе, ведь в школе у нас учат как счастливые отношения. Это высший пилотаж, и это цель каждого гражданина, ячейка общества. На самом деле, это неправильный ориентир жизни, и поэтому очень многие люди сбиваются с этого пути, ставя неправильные приоритеты в жизни. И здесь человек, конечно, семита бы хотел бы, но очень ориентирован на материальные блага в этой жизни. То есть, и не может совместить в своей голове пока, так скажем, не может совместить желаемые материальные ценности, обретение желания материальных ценностей и сознание семьи. Ну, если короче говорить, то некая жадность присутствует, да, и человек все просматривает через призму материального. То есть, через призму какой-то выгоды, да, через призму купить дом, обставить там мебелью, завести там породистую собаку и все такое, что есть определенные приоритеты, которые у него нарисованы системой в голове, и которые для него как непревзойденная ценность, да, неменяемая ценность, как аксиома в голове. Что еще? Что еще? Тут жезлов. Несмотря на свою какую-то материальную заинтересованность, человек, конечно, кстати, как красивая карта, человек носит в себе вот эту вот страсть по отношению к вам, носит, вынашивает ее, но вот какие-то материальные припоны не дают ему реализовать, проявить, высказать, подарить свою страсть, да. Вот он думает, а вдруг я как-то увязну в этой страсти, и мне придется много тратиться здесь. Так, еще одни жезлы, еще одни жезлы, и разговор о том, что человек хотел бы развития событий, хотел бы развития событий, ориентируясь, знаете, есть такое понятие, все, что... Ориентируясь на страсть в первую очередь, да, на физическую страсть, и через призму материального просматривает ваши отношения, ваше будущее, вернее, ваших отношений, разговор о том, что... Тут присутствует такая вот мне сразу из потока мысли пришла, человек думает приблизительно так, все, что ты заработаешь, это наше, все, что я заработаю, это мое, но я тебя люблю. Вот они, вот они теневые стороны. Это, конечно, партнеру надо бы проработать. И из-за этого, конечно, пять мечей, смотрите, борьба, инь и янь, здесь у меня свечи, подсвечник как раз не вступающей противоречия, говорит о том, что тут как раз идет борьба материального с духовным, мужского, с женским. Женщина, конечно, в первую очередь дает духовность с отношением, а мужчина, конечно, это тот самый охотник за мамонтами, который должен обеспечивать материальные блага. Но когда мужчина чересчур заигрывается в материальные блага, начинает играть, чересчур упуская духовные вехи отношений, отношения начинают терпеть крах. Опять жезлы, пятерка жезлов, говорящая нам, конечно, о внутренней борьбе человека, о желании реализоваться в этих отношениях. Человек и вы тоже, тут девушка вышла, это, наверное, та, которая меня сейчас смотрит, хочет, очень хочет найти баланс, очень хочет найти гармонию в этих отношениях. И тут, конечно же, разговор о любви. Отношения ваши не являются официальными, вы либо только начали, либо встречаетесь, либо являетесь любовниками, может быть, на какой-то период. Паш-чаш, да, это подтверждает о том, что здесь был у нас рыцарь жезлов, что мужчина пока настроен, вот в чем его теневая такая нотка в отношениях, а что мужчина настроен только на получение эмоциональной радости какой-то от партнерши, не вкладывая в нее, не делая каких-то материальных затрат. Ну, видимо, не созрел. Да, по карте дурак, человек пока легкости хочет в отношениях, легкости, простоты, безответственности. Тем не менее, он считает, что отношения у вас взаимные, любовь у вас взаимная, ну, вот надо, чтобы все было легко, чтобы, как я уже сказала ранее, все, что ты заработаешь, все, что ты мне дашь, это наше, а все, что я заработаю, это мое. Это самая главная теневая сторона его поведения по отношению к вам. Семерка жезлов, там тут тоже у нас разговор о том, что человек охраняет свою зону комфорта, она охраняет свою зону комфорта, и, ну, может даже вести себя, как мелкий пакостник по пажу мечей, как человек, который обладает неким качеством, желанием мстить, если вы ему где-то не угодили, в его понимании, конечно же, не угодили и не поняли его. Ага, но вы тут тоже, тут, кстати, может просматриваться партнер помоложе, и прилично помоложе может просматриваться, вы тут тоже даете жару, вот о вас сошел разговор, колода решила и про вас сказать, что вы королева мечей. Вы тут тоже рубите направо и налево, и на этой почве пытаетесь все прояснить, продавить и запихнуть пацанчика себе под каблучок. Пацанчик сопротивляется, и как-то немножко даже, может быть, огрызается, такое слово мне пришло, но, тем не менее, считает, что чувства у вас взаимные, и эти отношения стоит продолжать. Идет дуэль, смотрите-ка, хорошо, два мечей выражены в этой колоде, идет дуэль, идет борьба за первенство, оба партнера желают победить, не понимая того, что не может быть победы кого-то одного. Должна победить любовь, коммуникация и взаимное понимание. Ну, что еще в конце? Что вам ожидать? Знаете что? Знаете, почему не вяжется? Потому что у каждого свое представление. Тут восемь чаш. Это разговор о том, что люди все-таки находятся в людях, люди духовно, оба партнера незрелые, особенно вот наш загаданный партнер, он еще молод, он еще витает в каких-то облаках по поводу отношений, вот у него есть приоритеты, так и так, так должны быть, которые ему навязала система. И вот с этого пути гибкости проявлять он не хочет, сдвигаться он не хочет, и понимать, что все это, знаете, нарисовано на воде, что все это замки из песка, он тоже не хочет. Пока, по крайней мере. Есть опасность возникновения любовного треугольника. На дне колоды подсказка в виде карты три чаш. Но это совсем не обязательно, но такая опасность возникновения любовного треугольника в ваших отношениях, когда, не получая чего-то одного в отношениях, другой партнер начинает искать это на стороне. Я желаю всем взаимной любви, я желаю всем разобраться в своих отношениях, в своих негативных сторонах, за личными раскладами. Обращайтесь ко мне по номеру телефона, который указан в описании. Всем любви. Субтитры создавал DimaTorzok